Наши друзья тоже. Пожалуйста, Таран Веленович. Спасибо. Дорогие российские друзья, я попросил 7 минут, чтобы выступить и чтобы вам иногда есть. Господин Ректор, уважаемые друзья, для нас честь, что вы сегодня посетили наше движение. И мы имеем возможность общаться с вами и говорить об общих делах. Я представляю евразийский экспертный клуб, куда входят 49 лучших людей Армении, порядочные, честные, самодостаточные, уважаемые специалисты и эксперты в различных областях. И мы работаем на ниве армяно-российских отношений, евразийской интеграции. И здесь присутствуют уважаемые члены нашего сообщества. И мы имеем определенные успехи, чем очень гордимся. Теперь, мы начали сотрудничать с Национальным исследовательским институтом развития коммуникации в Москве и ИРК. Это хороший исследовательский центр с возможностями, с ресурсами. И наши подвели черту под сделанного до сих пор. И работаем в направлении общих усилий, мобилизации общих усилий по обеспечению лучших возможностей для молодых исследователей, молодых ученых в вузах России и Армении. Хочется сказать два слова об этом специально. Во-первых, я думаю, как и наши российские коллеги, что нужно законодательно оформить понятие молодого ученого. Нужно сделать так, чтобы в России и в Армении было общее цивилизационное образовательное пространство для комфортного пребывания молодых ученых и возможностей мобильности, общения друг с другом. Вот мы сейчас очень важную вещь говорим поехать, учиться 5, 6, 7, 9 лет, защитить диссертацию, приехать, не приехать, остаться, не остаться. А мы сейчас думаем о том, чтобы создать возможности для молодых ученых, ну скажем, один месяц, поработать в архивах, библиотеках, лабораториях, дружественных университетов, чтобы посетить семинары, конференции, круглые столы, не только в режиме УЛАД, но и в режиме живого общения. Вот посмотрите, мы еще в прошлом году обнаружили, что в результате социологических опросов у нас получается ситуация, когда наметился разрыв поколений вообще в отношении России. Вот кому 28-45 там примерно поровну, друзья, и те, которые не очень. Больше 45 у нас 80% это советские люди нашего поколения с нашим здоровым, нормальным мышлением. А в возрасте с 18 до 28 лет у нас люди, которые уже не так думают, как мы, и не имеют таких ценностей, что мы. Вот теперь, чтобы этот разрыв как-то аккуратно, цивилизованно разрешить и смягчить, нам серьезно надо подумать о том, чтобы лучшие студенты наших вузов имели возможность не только поехать учиться на годы и так далее, потому что опыт показывает, вот сотни людей из Абмини уезжают учиться в российские вузы, и 80% из них остается жить в России, потому что там условия жизни лучше. Там, вот посмотрите, там ВВП на душу населения в России, в Абмини, понятная разница, притягивая их. А как делать, чтобы люди имели возможность мобильно поехать, посмотреть, вернуться, распространить какой-то опыт? А самое главное, мы считаем, это наши общие взгляды с Айтом Борисовичем Бабуханяном, с присутствующим здесь очень порядочными, очень верными армяно-российскими, друг другу дружбе, людьми, взглядами о том, что нам надо развивать общее, мы называем это цивилизационное пространство. У нас в России общее цивилизационное пространство. Это, как хотите ли вы назовите, русский мир, мы не против. Но мы считаем, что это общее цивилизационное пространство, которое объединяет и Российскую империю, и Советский Союз, и постсоветские 30 лет. Это люди, для которых Россия, это не просто какой-то партнер, очередной, деловой, рациональный партнер, а это общая цивилизация. Цивилизация, которая нас плачивает и которую мы обязаны передать по идущему за нас, после нас поколению. Здесь у нас разы, нам серьезно надо работать. Я не знаю, что думают российские студенты в возрасте 18-28 лет об Армении, я не готов сейчас сказать, потому что Россия великая страна, миллионы людей, масса механизмов для выяснения вот этих всех, и я не знаю их результат, но я точно могу сказать, если мы не будем работать с поколением студентов, бакалавров, магистров, ученых, аспирантов, моралных исследователей в возрасте до 30 лет, но очень скоро, год через 5-10, мы можем поделять ту связь поколений, которой мы очень гордились и которая есть основание для братства и дружбы наших двух народов. Спасибо вам большое.